Друзья, всем привет! Сегодня с нами японская компания Зеленая площадь, которая, кстати, в этом году празднует свой юбилей. 65 лет со дня основания. Основал ее очень приветливый Кеничи Сакуэ в особом городе Японии Токарадзука. Компания практически не выезжает в другие города и работает только в окрестностях. Они занимаются не только стрижкой растений, но также мелким строительством и, конечно же, ландшафтным дизайном. Сегодня они работают с достаточно высоким растением камфорное дерево. В Японии высокое дерево называют кёдзю, что дословно переводится как дерево великан. А камфорное дерево называется в Японии кусуноки. Для работы с таким высоким деревом они привлекают арбористов. Но они работают в не совсем привычной манере, как мы привыкли себе это представлять. Клиент не знал, что делать с этим деревом и даже думал его удалить полностью. Но Кеничи убедил его, что этого делать не нужно. Дерево очень красивое, просто ему нужно помочь. Перемещение арбористов очень интересное. Если нужно, они доберутся даже до края тонких веток. Для этого требуется невероятное мастерство и чувство баланса. Они используют очень много веревок, чтобы дотянуться до каждой ветки. Для этого требуется много времени, но для них первоочередное это качество. Обратите внимание, в каком количестве людей они работают. А внизу всегда есть человек, который подсказывает, где еще нужно постричь. Каждая крупная ветка спускается по веревке, так как если они ее просто сбросят, будет шум. А это является признаком плохой работы. Стрижка осуществляется таким образом, чтобы максимально сохранить естественную структуру дерева. Помимо засохших веток, обрезается и часть зеленых. Это очень освежает дерево и в крону проникает больше света. Клиент также попросил, чтобы под деревом не было сильной тени. Если это возможно. За счет того, что дерево делают более фактурным и прорежают крону, света под ним станет больше. Господин Кеничий сказал, что они выполнили свою работу хорошо. И клиент был очень счастлив, что не удалил дерево. Теперь каждый вечер он им любуется. Друзья, с вами был Денис Сук, канал Гринхаус. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, обязательно комментируйте. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok